Друзья, всем привет! С вами Дивер, и я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках. И это уже 15-я серия. В данном видео я хотел бы вам показать одну из бюджетных палок, ну, скажем, средней ценовой категории. Палочка от компании Nautilus. Спиннинг до 150 грамм. То есть, это тест от 100 до 150 грамм, если быть точнее, в размере 2 метра 2 сантиметра. Двухметровая палочка. Если рассматривать данную палочку близко, взять ее в руки, то мы сразу наблюдаем, ну, скажем, какой-то такой вот приятный-приятный дизайн, легкость, палка легкая и жесткая. То есть, палка реально подходит под мои задачи, под мою цель. Она имеет вполне неплохую чуйку. В целом, сделана очень даже неплохо. Данный спиннинг изначально создавался под бигбейты. И, как я говорил ранее, у меня все палочки, как бы, скажем, из другой сферы рыбалки. То есть, я ловлю троллингом в один спиннинг очень давно, и давно уже использую спиннинги, допустим, джерковые, вот под бигбейты, пилкерные, какие-то морской, ну, скажем, какой-то джигинг. Так, спиннинги из хорошего, качественного карбона, нетяжелые, с хорошим таким быстрым строем. Суть данных удилищ заключается только в одном. То есть, если мы будем брать изначально, грубо, какие-то троллинговые палки, то мы не получим такого прям полного кайфа. И от рыбалки, именно от троллинга в один спиннинг, когда мы уходим со спиннингом в руке, мы не получим полностью кайфа, мы не поймем полностью суть рыбалки. Мы прошляпим реально очень много судачьих поклевок и будем думать, что, в принципе, их и не было. Вот, чтобы этого не произошло, нужно подбирать спиннинги из высокомодульного карбона, графита, чтобы мельчайшие, мельчайшие поклевки судака передавались нам в руку. Спиннинг должен быть жесткий. Почему? Во-первых, для, именно для этой темы, чтобы, допустим, лучше слышать поклевки, чтобы мы полностью контролировали ход событий, скажем так, для полного контроля. Полностью, чтобы контролировать приманку, нам нужно иметь звонкую палочку и жесткую. Относительно жесткую, под свои задачи, под свои цели. То есть, жесткость мы выбираем уже под свои задачи. Я не говорю, что такие палки должны быть какими-то дрынами, колами какими-то сумасшедшими. Повторюсь, мы подбираем спиннинг под свои задачи. Под каждую приманку, по сути, под определенные условия ловли, выдаем это с течением или без течения, мы подбираем себе жесткость удилища и, соответственно, какой-то, можно сказать, тест. Повторюсь, что я лично, я лично спиннинги под свой вид троллинга не выбираю по тесту. Никогда. Я могу приблизительно отталкиваться от какого-то теста, но именно, ну скажем, все палки у меня 30-лбовые. Или, допустим, 20-лбовые, 30-лбовые. Нет. Тест удилища, в принципе, изначально идет под кастинг, под бросковую ловлю. И поэтому, допустим, удилища с разным тестом могут выглядеть, ну, приблизительно одинаково. Данный спиннинг, данный спиннинг с тестом до 150 грамм. Но в то же время, в то же время, этим спиннингом можно ловить, рано, наверное, об этом говорить. Это все, грубо говоря, на воде надо проверяться, но предварительно, грубо говоря, как вот, поковыряв, как говорится, стены, подержав спиннинг на выставке, в руках я с этим спиннингом познакомился на выставке, на весенней выставке в Москве. И мне он реально понравился. То есть, я думаю, что это будет неплохой универсал, бюджетный универсал. И я уверен, что это удилище подойдет под разноплановые задачи. Если брать троллинг в один спиннинг, то это будет, грубо говоря, ловля и как на водоеме без течения, и ловля на водоеме с течением. Типа, даже как Астраханская область, река Ахтуб, где я ловлю часто. Давайте, друзья мои, не будем, как говорится, затягивать, и посмотрим данное удилище поближе. Данное удилище, друзья мои, называется Monster Pike GB. Повторюсь, у нее длина 2 метра 2 сантиметра. С тестом данное удилище от 100 до 150 грамм. Простой, но качественный чехол с маркировками. В углу его будет найти просто. У данного спиннинга использованы низкие колечки. Спиннинг изначально кастинговый. Идет с курком. Предназначен под мульты. Сразу отвечу на вопрос, возможно, будут задавать, подойдет ли данный спиннинг под мясорубки. Использовать, наверное, можно, но нет. Он не подойдет. Потому что у нее первое колечко, ну, очень низкое. И если мы поставим мясорубку, ну, во-первых, курок. Надо будет спиливать, допустим, для удобства. С курком будет неудобно. Ну, и грубо будет заход, по сути, неправильный, неграмотный. Повторюсь, ловить можно, но лучше не надо. Так вот, данный спиннинг изначально предусматривает установку мультипликаторной катушки. То есть мульта. Давайте сначала, как бы, прям пробегусь по плюсам. Повторюсь, спиннинг легкий. Низкие колечки. Это выглядит реально очень эстетично, красиво. Колечки хромированные. И низкие колечки, невысокие колечки, дают ту самую легкость бланку. Сам бланк довольно-таки, ну, скажем, тонкий. Даже по сути, где-то чуть-чуть комельная часть может сравниться с каким-то даже джиговым спиннингом. Красивый спиннинг. Сделан очень добротно. Еще один плюс данного спиннинга. Немаловажный плюс. Ну, при моей ловле троллингом в один спиннинг, это как раз звонкость спиннинга. Спиннинг, в принципе, довольно-таки звонкий. Он будет передавать в руку все мельчайшие касания судака. И мы будем полностью контролировать приманку. Из плюсов сейчас пока не вспомню. Может быть, параллельно что-то буду вспоминать. Что мне, допустим, сразу приглянулось. Из минусов могу сказать. Ну, ручка Evo. Во-первых, спиннинг оснащен ручкой Evo. Это не минус. Но Evo, она вот мягкая. Нажимаешь, она, ну, немного проминается. То есть, это говорит наверняка о том, что, скорее всего, здесь использована недорогая Evo. Но сделано все четко, качественно. Ничего нигде не люфтит. По крайней мере, пока у меня в руках. Катушка-держатель. Катушка-держатель сделан классно. Но, скорее всего, он тоже, скорее всего, я не уверен. Но, скорее всего, конечно, он недорогой. Курочек я бы сделал немного, ну, точнее, выбрал бы катушка-держатель с курочком немного поудобнее. Как-то он, ну, не очень. И можно, конечно, пользоваться, все дела. Но он какой-то вот немного, немного неудобный. Мне так кажется. Что-то в нем, наверное, из серии, что-то бюджетного. Дальше мне не очень понравилась гайка, которая затягивает данный, у данного катушкодержателя, мне не очень понравилась гайка. Сейчас я это продемонстрирую, попытаюсь вам объяснить, почему. В принципе, в целом, все нормально. Но сейчас вам покажу, что мне не очень понравилось. Так, поставим на данный спиннинг мой любимый Citrix от компании Акума, уже с силовой ручкой, я на выставке о нем рассказывал и ловлю им с удовольствием. Итак, что же мне не очень понравилось. Это гайка затяжки, то есть на Citrix вот еще как бы нормально мы затягиваем, но она такая маленькая, что рука проскальзывает и нормально мы затянуть не можем. То есть она гайка, ну скажем, может быть скользкая, так правильно назовем, ее бы сделать какую-то, ну, менее скользкой. Затягивает нормально. Все, катушка сидит на месте, все нормально. Ну вот, именно какой-то нюанс такой, что затянуть, мне кажется, сложно. Особенно, если катушка будет нависать. Сейчас я это тоже продемонстрирую. То есть, когда катушка нависает на саму гайку, то происходит ну, трудность затяжки. Ну, к примеру, возьмем Komodo SS 400. Конечно, данная катушка прям реально массивная, но здесь как раз будет наглядно видно, что мне мешает затягивать. Видите, гайка, гайка получается уходит под навес и мне вот здесь реально тяжело ее затягивать. Ну, неудобства есть определенные. То есть гаечка под навесом и затягивать реально проблематично. Мы затягиваем, но рука у меня скользит. Катушка затянута. Все мы ловим, все отлично. Но вот подтянуть или, допустим, затянуть хорошенько уже не получается. То есть гаечку я бы, допустим, производителям рекомендовал реально сделать немного другую. А может полностью заменить сам полностью катушка-держатель. В целом, в целом, палочка огонь. Проверим ее весной на воде в апреле. Предварительно она мне очень понравилась. Думаю, данная палочка пойдет на рот как волжанка овача или как волжанка джерк. Ладно, друзья мои, давайте не будем грубо отходить от темы. И сейчас мы попытаемся поковырять стену. Я попытаюсь вам передать как раз, ну, строй данного удилища. Ну, вот так, я думаю, вам будет видно. То есть спиннинг относительно жесткий. Это не, скажем, такой конкретный кол, как серия Magnus Boat от Sportex. Нагрузка где-то будет на течение, скажем, под агрессором, наверное, вот так. Повторюсь, весной я это буду тестить. Палочка, в принципе, звонкая. Все-таки бюджет, конечно, не идеал, не эталон, но чулька у нее есть. Прям вот жду с нетерпением, когда я на воде смогу ее реально протестить. Ну, палка изначально создана под биг бейты, поэтому она прям реально сейчас модно ловить биг бейтами. И, надеюсь, данных палочек будет все больше и больше. Это как раз моя тема. Я как раз вот ищу палки биг бейт, джерк. Хорошие такие жесткие палки. Ручка у данного спиннинга длинная, держать удобно, но повторюсь, курок. Вот курок, он как-то, не знаю, мне он как-то вот, может быть, с катушкой сейчас попробую. Не очень лежит в руку. Сейчас я ситрикс на нее поставлю. Вот под эту палочку отлично подходит ситрикс. Ну, с катушкой уже получше, наверное. С катушкой уже получше. Поудобнее держать. Да, если перехватить, получается, вот этим пальцем, то, в принципе, хват получается нормальный. То есть я держу катушку вот так. На полочку кладу и держу вот так. Да, такой хват более-менее. Ну, я говорю, повторюсь, курок мне не очень нравится. Так, в целом, палочка, повторюсь, легкая и сделана довольно-таки добротно. Давайте посмотрим поближе всю эту фурнитурку. Попытаюсь вам показать катушкодержатель и тому подобное. Заход. Заход у удилища жесткий, хороший и в то же время легко вынимается. Попытаюсь вам, друзья, показать толщину, равномерность стенок. В принципе, все ровно. Если смотреть по прокруту, заглушка немного как бы накатывает на бланк. Но это заглушка. Вроде бы все ровно. Колечки. Колечки. Колечки прям вот аккуратненькие-аккуратненькие. Колечки сделаны очень добротно. Посажены ровно. Для бюджетной палочки прям вообще супер. Строю удилище. Покажу еще вот так. Нагрузка такая. Ну, довольно-таки приличная. Очень мне нравятся вот такие всякие значочки. Смотрятся симпатично. В принципе, стильная такая палочка. Катушка-держатель такой блестящий. Ну, вот он блестящий, но, повторюсь, сама гаечка, она вот скользит. Не очень удобно. Первое кольцо. Оно классически такое низкое для кастингового спиннинга. Что, друзья мои, могу я сказать предварительно, подержав в руке эту чудесную бюджетную палочку? Предварительно? Предварительно. Это неплохой вариант для тех, кто не хочет сильно вкладываться в данный вид ловли, но хочет ловить, ну, по сути, по моей системе, как ловлю я. С какой снастью ловлю я, многие знают. И спиннинги, как правило, не дешевые. Вот этот спиннинг, он очень близок мне по духу, можно сказать. Единственное, я говорю, кое-что бы здесь, как бы, я бы для себя бы изменил. А так, в целом, спиннинг очень-очень достойный. Предварительно, пока без воды, то есть, я еще на воде его не тестировал, предварительно я могу его вам рекомендовать. За такие деньги, я думаю, что это очень-очень хороший вариант. Это находка. Вкратце скажу, что на такого рода палочки лучше ставить низкопрофильные катушки. Низкопрофильные катушки удобнее держать, чем, скажем, бачата, если брать. О катушках я постараюсь в ближайшее время сделать видео, я пытаюсь его сделать уже, наверное, второй год. Я его по-любому сделаю, просто хочется сделать видео интересным, подготовленным быть к этому и рассказать, ну, какие-то интересные темы, затронуть какие-то интересные темы, ответить на определенные вопросы, которые чаще всего задаются у меня на канале. Так вот, под данное удилище, повторюсь, лучше брать низкопрофильные катушки. Не маленькие низкопрофильные кастинговые катушки, а вот именно, которые созданы под бигбейты, под джерки, под совсем тяжелый джик, может быть, даже под какую-то отвесную морскую рыбалку. Низкопрофильные, низкопрофильные, но мощные катушки. Если, допустим, рассматривать номерную систему, то, наверное, можно сказать, что можно отталкиваться от трехсотой серии. То есть, где-то вот на моей практике все трехсотые модели, они так или иначе подходят под наш вид троллинга, и они не сильно громоздкие. Все, друзья мои, я не буду больше затягивать. Дальше в шестнадцатой серии я надеюсь показать Pen Spinning. Он будет без колец. Это серия Inline с внутренним пропуском плетенки внутри бланка. Ну, а с вами я сейчас прощаюсь. Желаю всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Удачи! Продолжение следует...